В эфире новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях уходящей недели. Совсем не детские нужды. С помощью благотворительных фондов онкобольных детей Дагестана обеспечили жизненно важными лекарствами. По чужим карманам. Полицейские Махачкалы в четверг задержали троих женщин, которые занимались серийными кражами в общественном транспорте и в магазинах города. В школу по шпалам. Родители учеников 5-й гимназии города Кизельюрт, опасаясь за жизни своих детей, требуют построить переход через железную дорогу. В понедельник состоялось совещание под руководством главы Дагестана Сергея Меликова, где были подведены предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2021 год. Участники встречи обсудили ключевые для региона вопросы газификации, реформирования строительной отрасли региона и привлечения инвестиций. Сергей Меликов отметил, что в прошлом году в Дагестане достаточно много сделано по части выхода на новый уровень развития. В том числе регион получил дополнительную поддержку социально-экономического развития на федеральном уровне. В республике был одобрен бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в размере 10,5 миллиардов рублей. Эти средства прежде всего будут вложены в развитие системы водоснабжения. Ведется работа над проектированием махачкалинского коллектора, но надо двигаться дальше. Остается еще ряд нерешенных вопросов. Провели совещание по поводу реформирования строительной отрасли. И тоже, к сожалению, здесь печальные истории, которые тоже совпадают со многими другими вещами. Многоквартирные дома как стояли, так и стоят. Не введенные в эксплуатацию должным образом. И вот мы вчера разговариваем с Виталием Маркелом. У них устойчивое убеждение, что в Дагестане за газ не платят люди. И я, наверное, первый, кто их смог в этом переубедить вчера, потому что я им объяснил, это не люди. Но люди эти долги расписывают. Это не платят многоэтажные, многоквартирные дома. Новый импульс получило в республике развитие целого ряда отраслей, в том числе туризм, демонстрирует неплохие показатели. На завещании также был затронут вопрос задержки зарплаты учителя. У нас в этом году в Дагестане проводится год образования. А вы знаете, что у нас на сегодняшний день работники образования, то бишь учителя, за декабрь еще зарплаты не получили в полном объеме. Вы знаете об этом? Вы должны знать. И вы вот эти истории все должны мониторить, должны передавать для принятия решения. Тем более, что у вас и у Минобра один курирующий вице-премьер. Глава республики поручил в ближайшие дни решить эту проблему. С помощью благотворительных фондов онкобольных детей Дагестана обеспечили лекарствами. Информация о нехватке жизненно важных препаратов дошла и до главы республики. Сергей Меликов тут же взял вопрос на контроль и теперь в детскую республиканскую клиническую больницу имени Кураева. В отделение онкологии, гематологии и химиотерапии передали 86 флаконов внутривенного иммуноглобулина. Более подробно расскажет Асиль Манапова. Есть слово. Он заболел в июне, у него кланда появились, инфозные узлы. Лечились мы в районе, неделю нам поставили, полностью не узнав диагноз, нам это сделали, электрофорез сделали, 10 дней. Из-за этого вся эта болезнь протекла и по костям, и по крови. После многочисленных обследований и сдачи анализов стало известно, что у ее 10-летнего сына рак крови. Этот злосчастный диагноз полностью изменил их жизнь. С сентября прошлого года мальчик на непрерывном лечении. Были и критические моменты состояния здоровья Магомеда, но ситуацию удалось стабилизировать. Когда, казалось бы, все самое страшное позади, появилась другая проблема. Жизненно важный препарат для лечения мальчика исчез на рынке лекарств. Мы занимаемся лечением онкологических детей и детей с заболеванием крови. Весь этот контингент – это иммунокомпрометированные дети, у которых ослаблен иммунитет. И когда мы проводим химиотерапию, то нам нужен хороший арсенал лекарственных препаратов, которые бы поддерживали иммунный статус, которые позволили нам провести химиотерапию на достаточно высоком уровне, без перерывов, без снижения доз. И тот препарат, о котором идет сегодня речь, это внутривенный иммуноглобулин, который крайне необходим для наших детей. Он, к сожалению, исчез с рынка. Министерство здравоохранения готов сегодня закупить в любых партиях, но его нет на рынке. Как отметили в Минздраве Республики, и на российский аукцион не выходит ни одна фармакологическая компания для продажи этого препарата. Поэтому медики были вынуждены обратиться в благотворительный фонд, который имеет юридическое право покупать иммуноглобулин за границей. Главе Республики Сергею Анимовичу Мелику поступила информация, что больные дети остаются на сегодняшний день без жизненно важных лекарственных препаратов. Сергей Анимович это взял под личный контроль и по поручению главы Республики мы с депутатом народного собрания Глазовым Кирилем Николаевичем начали искать выход из данной ситуации. Мы связались с фондом «Живи» и «Дари жизнь другим». Этот фонд на протяжении многих лет занимается именно этими детьми и помогает этим детям. И к этому вопросу также по просьбе главы Республики подключилась организация SkyMedica. Общими усилиями удалось получить 86 флаконов внутривенного иммуноглобулина. Теперь ситуация будет находиться под контролем и при необходимости нужные препараты будут закупаться и дальше, отметил Магомед Али Саламов. Ну а пока Магомед, как и другие онкобольные дети в Республике, может и дальше продолжать свое лечение. Вот уже у нас третий блок сейчас идет к протоколу и состояние стабильное, нормально. Каждый день у нас проверка, уходы, анализы. Смотрят прям идеально, очень хорошо. Мы очень довольны нашими врачами, прям все хорошо у нас пока. Потихоньку-потихоньку это иммуноглобулина, вот насчет этого иммуноглобулина мы просили, чтобы нам помогли. Вот один раз покапали его, смотря на анализы, они их капают нам. Отметим, что проблема нехватки жизненно важного лекарства сложилась не только в нашей Республике. Дефицит иммуноглобулиновых препаратов специалисты связывают с пандемией и сокращением объемов донорской плазмы, из которой получает этот иммуноглобулин. Асильман Апамурат Микбарсов, новости ННТ, Махачкала. В Республику на неделю поступила первая партия вакцины от COVID-19 для детей от 12 до 18 лет. Всего регион получил чуть более 3000 доз, которые уже распределены в детские поликлиники городов и районов Дагестана. Главврач Карабудахкенской центральной больницы уже привил свою дочь препаратом «Спутник-М». Напомним, что вакцинация осуществляется детям только при письменном согласии родителей и после осмотра врача. Так как много детей болеют в нашей школе, они посещают много детей, моя дочка пришла, подошла ко мне и попросила меня о вакцинации. Вот мы сегодня, как открыватели первого вакцина от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет, будет получать моя дочка Герала Фатима Расулова. Сейчас мы вместе пройдем, посмотрим, как проводят вакцинацию, какой порядок проведения вакцинации. Я решила вакцинироваться, потому что в нашей школе очень много больных детей. Так как некоторые классы даже отправили в дистанционное обучение, я решила вакцинироваться, потому что я не хочу болеть и я не хочу пропускать школу и свои любимые занятия. Более 10 тысяч медработников получили волонтерскую помощь. Добровольцы и представители регионального бизнеса поддержали акцию главы республики Сергея Меликова по доставке горячего питания и фруктов медикам из Красной зоны. Продуктовую помощь уже оказали шести медицинским учреждениям. Она продлится до 21 февраля. Полицейские Махачкалы в четверг задержали троих женщин, которые занимались серийными кражами в общественном транспорте и в магазинах города. Под разными предлогами им удавалось усыпить бдительность потерпевших и красть ценные вещи из карманов. Их действия попали на камеры видеонаблюдения и в ходе расследования сотрудниками уголовного розыска были установлены личности – карманец. Ими оказались жительницы Махачкалы. На данный момент удалось выяснить о трех фактах преступления. Это кража двух смартфонов общей стоимостью 185 тысяч рублей и наличных денег в размере 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В отдел полиции вы за что доставлены? За кражу. Знаю, что сорвала в маршрутке, то ли в металлике, то ли что-то такое было. Но это произошло чисто случайно. Девушка зашла в маршрутку. Я увидела, что телефон в кармане забрала. Находясь в маршрутке, я отвлекала. Тетя воровала. Отвлекала тем, что якобы выхожу из маршрутки. Расскажите, за что вы задержаны? По кражу телефон. Один в аптеку украла, а второй в маршрутке. Детям нужен переход. Такое требование выдвинули родители учеников 5-й гимназии города Кизелюрт. Здесь ежедневно более 500 школьников вынуждены ходить на учебу, минуя все преграды и переходя железнодорожный переезд в непредназначенном для этого месте. И родителям, отправляя своего ребенка в школу, остается надеяться на его внимательность. С проблемой ознакомился наш корреспондент Карим Даниев. Ему слово. Жители поселка Новый Сулак обеспокоены. По дороге в школу детям приходится преодолевать небезопасный участок пути по железнодорожным рельсам. Пешеходный переход здесь не оборудован, а любая ошибка или невнимательность со стороны ребенка может привести к трагедии. Поезда здесь курсируют с высокой частотой, а опасные прецеденты уже случались. Те, которые живут на той стороне, постоянно переходят здесь. И в магазин, и в детские сады, и в школы дети, и родители. Раньше здесь чуть лучше была дорога и настилку. Теперь ее тоже нет. Много детей переходит здесь? Да, да. Много. Конечно, там столько улиц, перегонная, Чапаева. Ну, где-то 500 человек. Да. И здесь же 3-4 улицы еще. Они с той стороны переходят сюда и отсюда идут. А давно эта проблема существует? Да. Сколько лет? Сколько я знаю. Сколько я работаю. Я не учитель. Ну, лет 40 с лишним. Сколько лет назад мальчик переходил сверху состава и, видимо, рюкзаком зацепился за этот. И долго лежал в больнице. Ему пересадку делали. Ну, слава богу, выжил. И так каждый день. Родители на свой страх и риск отправляют детей в школу с надеждой, что их чадо будет внимателен при переходе через железнодорожные пути. С просьбой обратить внимание на их проблему жители поселка обратились в Общероссийский народный фронт. А они, в свою очередь, сегодня провели выездное мероприятие с участием специалистов железной дороги. Создана комиссия. Приехали представители РЖД, администрации города, руководство школы, родительский комитет. И при этом мы обсуждали такую проблему, пришли к одному мнению, что на данной территории представители РЖД нам обещают совместно с представителями администрации города поставить пешеходный переход и дорожку, также освещение. Мы надеемся, что в ближайшее время будет данная проблема снята, что наши дети, дети ближайших улиц, сел, будут спокойно переходить по данной дороге в школу и в садики. Данный вопрос взят на рассмотрение. Специалисты РЖД идут навстречу жителям поселка Новый Сулак и совместно с администрацией планируют оборудовать полноценный пешеходный переход. Ну а сроки выполнения работ пока остаются под вопросом. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кизелюрд, поселок Новый Сулак. В Дербенте в парке «Патриот» начата работа по установке на постамент экрана плана «Лунь». Учитывая вес в 280 тонны и его уникальность, буксировка проводится предельно аккуратно во избежание повреждений. Для этого под судном накачаны пневматические ролик-мешки. До места постоянной дислокации «Луню» осталось порядка 80 метров. Работы по благоустройству военно-патриотического парка «Патриот» продолжаются. Площадь участка парка составит 204 тысячи квадратных метров. В данный процесс привлечены бригады из 10 человек и 3 единицы техники. В дальнейшем экраноплан «Лунь» станет главным экспонатом парка «Патриот». Пейзажи, портреты выдающихся людей, натюрморты, бытовые сюжеты и изделия из дерева. В Махачкале открылась выставка самодеятельных художников в самородке Дагестана. Заявить о своем творчестве благодаря этому проекту уже смогли более 50 мастеров-любителей декоративно-прикладного искусства. Сейчас здесь представлены труды Марисмаила Саидова из Дербента, а также Гаджи и Ибрагима Сунгуровых из тела Вачи Кулинского района. Вернисаж проходит в рамках Года культурного наследия народов России и продлится до 16 февраля. Ну вот уже в этом году будет 10 лет, когда Республиканский дом народного творчества занимается собиранием, изучением творчества художников, которые не получили профессионального образования. Ну вот меня иногда спрашивают, что ты так вот пишешь, о них много там, что тебе нравится. Я говорю, очень нравится. Но они вот все-таки не такие, как профессионалы. Так не надо сравнивать, это совсем другое искусство. Оно развивается по другим законам. Оно дает другой конечный результат. Оно ни лучше, ни хуже. Я это всегда почти говорю, но не все, может, как-то улавливают эту мысль. Оно ни лучше, ни хуже профессионального. И вот сейчас была озвучена цифра где-то 50 таких вот художников, которые мы ведем этот каталог, собираем их биографии и так далее. Но я думаю, их намного больше. И каждый раз появляются новые и новые имена, и это, конечно, здорово. Ну и главным спортивным достижением дагестанских борцов на этой неделе – это успешное выступление на гран-при Ивана Ярыгина. Четыре золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей. Турнир проходил в Красноярске в течение четырех дней. Итоги в кратком обзоре подвел Курбан Рагимов. Ему слово. Сборная Дагестана – лидер неофициального общекомандного зачета Ярыгинского турнира. Об этом стало известно еще вчера. В заключительный день соревнований наши борцы претендовали на три золота. Третий день подряд дагестанцы оспаривают медаль высшей пробы в очном противостоянии. Чемпион Европы Даурен Куруглиев встречается с молодым и амбициозным Аманулой Расуловым. Эту схватку партнеры по команде начали осторожно. А развязка наступила во втором периоде, когда Куруглиев включился и провел результативные атаки. «Тяжелый, все-таки рисковать особо так тоже не хотелось. Можно сказать, схватку контролировал я. Аманулой Расулов с каждым годом набирает, от турниров набирает. Хороший парень, такой чувствительный. Дальше, я надеюсь, чемпионаты Европы. Джамбулат Ильич вроде освободил от Ярыгинского турнира только олимпийских чемпионов, а других речь не шла. Будем надеяться, что поедет чемпионат Европы». В этой же категории бронза в активе у Ады Багомедова, который буквально выиграл с победой в малом финале за 13 секунд до конца встречи. Также третьим весе до 74 килограммов стал Магомед Расул Газимагомедов, который днем ранее уступил будущему чемпиону Чермену Валиеву. В одном из самых ожидаемых финалов дня Кайл Снайдер был сильнее Шамиля Мусаева. Полутержавец из США был здесь явным фаворитом, однако Мусаев все же попытался дать бой олимпийцу. Хасавиртовец вел со счетом 3-0, но к середине встречи Снайдер перехватил инициативу и довел складку до победы. 4 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых наград. Дагестанские вольники в очередной раз завершили турнир в Красноярске с лучшим результатом. Победители соревнований войдут в круг претендентов на поездку на чемпионат Европы, который пройдет в конце марта в Будапеште. Намерение, как уже часто бывает, конечно, всегда было побольше золотых, максимум не больше. Такого какого-то определенного прогноза или такого не было, что какой-то, кажется, медаль надо завоевать. Наша команда была на процентов 70-80, потому что многие лидеры не боролись. 95-м километров Альхан Джабрива не боролся, Садовая была освобождена. В целом ребята выступили очень хорошо. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск. Такой была уходящая неделя. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова